народ расскажу вам как американцы ездят макдональдс макдональдсе есть такое понятие как drive-thru то есть вы не выходя из машины покупаете еду я честно говоря как-то пропустила этот момент и не помню было ли в россии этот drive-thru или нет на хрень значит смотрите вы заказываете вот здесь сидя в машине да то есть как бы вам не надо вообще выходить из машины чтобы заказать что-то макдональдс сейчас мы его объедем вот вы заказываете потом вы машине дальше едете и вы в машине покупаете то что вам но не покупаете получаете заказ уже там вот здесь выдача так называемая вот эта выдача заказа в окошко вы можете конечно зайти в ресторанчик что мы сейчас наверно с вами и сделаем я хочу вам показать что тут почем тут как выглядят макдональдсы в ресторанах а вот а потом значит соответственно нужно просто поехать вот так вот через drive-thru ну давайте сначала проедем посмотрим почем цены и почем тут все то есть американцы настолько ленивые что они вообще даже не в состоянии пойти и что-то себе купить выйдя из магазина выходя из машины то есть они даже не хотят выходить из машины кому это надо выходить из машины вы сидите себе спокойно в автомобиле и кстати сказать то же самое касается банков и то же самое касается аптек то есть вы например звоните в аптеку заказываете что-то либо едите вот так вот drive-thru если это prescription то есть это допустим рецепт от врача вам нужно этот рецепт сначала в аптеку принести допустим вы либо проехали вот так вот в окошко отдали форма фармацевту либо вы зашли в магазин и в магазине этот рецепт и либо в аптеке бросили его но внутри аптеки отдали рецепт фармацевту а потом ходили по магазинам там что-то покупали туда-сюда и через какое-то время вы вернулись вам либо смс к приходит либо иногда звонят из аптеки либо говорят во сколько приехать забрать вы приезжаете забираете значит это все дело и тогда не выходя из машины вы подъезжаете просто-напросто к окошечку и вам в окошечке выдают ваш заказ медицину медикаменты которые вы заказали вот такая же самая система сейчас с банками и с фастфудом да с фастфудом тоже песня подъехали и заказали сейчас нужно включу подъехали заказали еду вы не выходя из машины вот мы находимся в макдональдсе я заказывать ничего не буду вот но я подъеду и посмотрим с вами цены почем макдональдс знаете наверно из голодного края объехала я бы не заказала ничего макдональдсе одно дело вкусная . которые в россии там совсем другой другое дело там и вкусно действительно я знаю что там будет мясо качественно кроме того то можно заказать эти у людей номер техас чтобы не говорили украинцы сейчас набегут скажут что это все фотошоп я вообще не в америке нахожусь ты никогда не было в америке жизни ни разу не было в америке ты пустишь такие антиамериканские значит видео или ролики а на самом деле тебя там никогда не было ну может быть это техасы приехали ребятки краснодар это они петров и баширов да вот скажите мне в россии есть такая ситуация что не выходя из машины можно заказать или россия еще не дошла до такой степени обленения да то есть ладно фастфуд но я говорю что банковские услуги точно такие же то есть вы чтобы положить чек либо снять наличные вам не нужно заходить в сам банк я такое видео сниму покажу вам вот и просто вы из машины подъезжаете открываете окошко там значит пульт такой стоит кипад да называется вы там вводите свой пароль и на экране вам сказано сколько вы хотите денег допустим снять выводите карточку своего и деньги влазят да из автомата вот соответственно дайте сейчас ночью я погиб миссия контур фигурный там ты нефин спешил футу дэй и не спешил студий спешил цены ребята показываю вам тетка еле-еле говорит по-английски можно сказать вообще не говорит это очень печально не знаю откуда она приехала не буду занимать слишком долго очередь пытаюсь навести какую-то резкость чтобы вы увидели цены в общем вот так вот заказ идет вы сюда заказываете говорите в микрофон что вы хотите выбираете из меню вот эти вот номера never mind thank you и потом вы просто чистоту поедете по идее вот в это окошко и получаете свой заказ мы значит соответственно ничего тут не будем заказывать откуда она приехала я не знаю я спросила у нее если или спешил студий спешил это значит если какие-то ну может быть на промоушен какое-то новое новое блюдо вам макдональдсе наверное не будет но знаете такой чисто вопрос задать надо было потому что я же не могу сказать что я ничего покупать не собираюсь она даже понять не могла то что я у нее что что я у нее спрашивала и по ее акценту я поняла что она может быть только вчера с мексики приехал потому что я не говорю что у меня хороший английский но спешил по моему поможет понять любой человек так мы сейчас значит выключаем машину и мы с вами идем вовнутрь я вам хочу показать что там внутри у нас происходит короче говоря отключаемся надеюсь что у меня телефон записывают громкость не собьется при выходе из машины пахнет конечно вкусно ребята макдональдсом машину возьми сумку свою не взяла накупила 5 продуктов сегодня на 150 долларов ничего не взяла и по 150 долларов как не бывало при дождю потом отсюда поедем в костка вот значит этот макдональдс давайте вам экскурсию устрою буду как такер карлсон только наоборот выдох русский к такер карлсон о давайте зайдем посмотрим что почем дим как она новые поставили вот такие затея столько лет не было макдональдс и и почему и не было потому что ну в америке в россии в америке это считается вшивая забегаловка да вот для таких вот людей и для самых бедных и для не очень-то легальных скажем так вот это вот и все видите то есть тут все такое вшивенько вшивые кресла вшивые столики скорее всего что будут грязные да в общем сюда очень живо так ну вот и посмотрим чё почем начиная модель скиплоги ну что бургеры да возьмем посмотрим почему бургеры бургеры значит смотрите big mac 539 гамбургер 179 калории пишу да так возвращаемся к кенцу мы еще не добавляем макдабл 269 дабыл чизбургер 279 triple чизбургер 399 большой самый квотер паунт 539 работнички здесь тоже смотрите кто у нас работнички мексиканцы которые еле-еле по-английски говорят поэтому они не смогли понять что я сказала давайте дальше посмотрим самый большой дабыл квотер 740 калорий 659 они 1830 калорий дабыл квотер паундер 659 так есть с беконом 589 и есть вот такую вот 799 820 калорий калорий ну что давайте посмотрим картошки до картошки причем значит вот такая вот картошка обычно 319 и вот такой вот коробочка 749 130 калорий что еще хаппи мил возьмем на посмотрим хаппи милы почем хаппи милы ну вот 479 вот такую вот ведерко и 4 кусочка с нагетами 519 все что как бы сюда входит из 6 кусочков нагетов 589 видео про из российского вкусная . у меня есть на канале на английской версии надо вот делать это то что спешил дайте глянем что тут спешил если есть бандал какой-то 350 бандал вот она не могла сказать что это за спешил он делался спешил это одно и то же принципе давайте глянем мак наггеты мак наггеты четыре кусочка за 57 6 кусочков 319 10 кусочков 439 есть 20 кусочков 659 ребята не знаю кто это будет есть а вот что-то можно купить за 1 2 3 доллара меня сейчас посмотрим а это наверное всего куриная чеки наггеты а где доллар то 3 доллара меню надо а френч фрайсы 2 29 400 калорий есть 269 400 калорий есть 269 такое кук кука кока-кола 1 59 вот такой и логическая кука 1 59 фанта фанта 1 доллар 59 доктор петербург с 9 фанта спрайт тоже доллар 59 так что еще есть шеробов давайте глянем что за шеробов вот такие есть 1019 бургер бургер к нему чеки наггеты и картошка потом есть вот такой классический битмар тут 2650 калорий 1619 и вот что входит туда вот если такие какие-то как печеньки за 499 2000 калорий 13 штук если такой с карт с этим цыпленком вот что входит туда 3700 калорий и вот корзиночка картошек 749 ну что давайте сладкое посмотрим до мороженое 379 лури макфлори орео 379 сандю тунай на карамельная 290 мороженое короче потом есть вот без на исполнителе 219 ребята им честно скажу я последний раз макдональдсе было лет 20 назад сейчас скажу точно подождите не 20 сыну 19 я была когда сына была 45 лет назад была последний раз поэтому для меня это такая же новость как и для вас кока-кола замороженная 219 фанта замороженная голос голубой малиной 219 доктор пипер замороженные 219 что-то еще и ну печеньки разные 1 1 печенька доллар 3 печенька 2 доллара есть apple pie это яблочный пивок вот такого два слайса доллар семьдесят девять есть вот такие маленькие яблочная клубничные три штучки о 3 доллара ну вот сколько тут 42 такие два таких короче говоря ну что еще давайте кофе посмотрим макофе обычный премиум зажаренный кофе 179 не кофеиновый 79 замороженная кофе 259 это ванильный 259 это без сахара 259 карамелью 2 причем все то же самое вот только премиум шоколад ну типа какао с кремом сверху 349 горячий чай 40 долларов 49 и вот эти frappe какие-то не знаю что-то frappe 419 на гриве вам было последний раз макдональдсе 15 лет назад 419 какой-то тоже frappe карамельная не чем-то 349 было ли раньше то меню я не помню вообще упор ну короче разные там муки и карамельная муки французская ванила и разные латте латте по 389 и вот 249 латте и без без сахара 249 что еще есть капучино капучино ванильная 349 америка на 319 ванильная капучино 349 карамельная капучино 349 ну давайте сайдеры да посмотрим что у нас сайдера ну вот можно взять три вот таких вот бекона за доллар 89 можно вот таких вот несколько кусочков яблока за доллар 39 кетчуп знаете раньше он он бесплатный слова яйца я помню что было в европе каждый кетчуп был 25 центов и это просто я была в шоке но все соли и все сахары без без этого вот кстати опять повторяю что на америке есть наряду с сахаром есть заменитель сахара то есть не хотите не хотите есть сахар можете взять заменитель сахар у которых ноль калорий и вот такой заменитель сахар то есть такой спленда и иклу также можно взять мастер то есть корчицу всякие гиппы рейндж у не мастер в общем куча всяких гиппова не все соответственно бесплатно можете добавить можно взять этот мед сироп еще есть и это джем виноградный и масло какое-то не знаю что это за масло обычно масло сливочное что чудо масло баттер 35 калорий ну что все посмотрели фразы посмотрели магиты посмотрели сэндвичи посмотрели в общем вот такие дела и в чем как вы смотрите тут не ничем этот не примечательный макдональдс это просто сраная забегаловка скажем так для малообеспеченного населения в которых работают мексиканцы которые ни черта не понимают когда ты у них спрашиваешь